Человечество постоянно открывает что-то новое, и кажется, что пробелов уже нет. Известно все, от того, что ели наши предки сотни тысяч лет назад, и до содержания органических веществ в атмосфере Марса. Но есть загадки, на которые до сих пор не найдено ответов, и которые, скорее всего, так и останутся тайной. В этом видео я расскажу вам о 8 таких исторических загадок, на которые мы до сих пор не можем найти ответы. Как выглядели древние египтяне? Мы знаем о египтянах практически все. Их язык, культуру, методы строительства, общественные и политические устройства. Но мы до сих пор не в курсе, как они выглядели. Из фильмов можно понять, что они были смуглами, чем-то похожими на арабов. Но так египтяне выглядели уже после завоевания Египта персами. А это было через тысячелетия после постройки пирамид. Когда Египет начал интересовать европейцев в 19 веке, общество было крайне расистским. И никто не мог допустить факта, что какие-то там небелые могли построить такие грандиозные сооружения. И это явно дело рук кого-то, кто похож на древнегреческих богов. Позже появилась теория, что египтяне были темнокожими, ведь страна находится в Африке. Рисунки в гробницах фараонов тоже мало о чем говорят. Ведь там были стилизованные картинки, где у мужчин была красная кожа, а у женщин ярко-желтая. И все это может быть как реальными оттенками кожи, так и просто способом изображения разных полов. В древнегреческих источниках египтян изображают темнокожими и кудрявыми. Но что означает здесь слово «темнокожий» тоже не ясно. Может это люди, которые были чуть темнее, чем греки, а может представители африканской расы. Как гигантские каменные головы оказались в Центральной Америке? В Центральной Америке задолго до ацтеков и майя жили альмеки, которые вырезали из камней гигантские головы. У них на это было много времени, так как вокруг не существовало ни враждебных племен, ни вообще каких-либо угроз и развлечений. Кажется, что нет ничего необычного в этом занятии, ведь гигантские головы из камня вырезали и на острове Пасхи, и в других местах. Но разница в том, что альмеки вырезали головы из вулканического базальта, который можно было взять где-то в 200 километрах от места, где они поселились и установили эти памятники. Каждая голова весила примерно 20 тонн, а у альмеков не было колеса. Вы можете сказать, что египтяне справлялись с перетаскиванием тяжелых блоков и без колес. Но, во-первых, они передвигали груз на незначительное расстояние, тогда как большую часть пути блоки переправляли по Нилу. А во-вторых, альмекам пришлось бы тащить огромные глыбы через джунгли и плато, а египтяне носили камни по пустыне. До сих пор ученые точно не знают, как именно и зачем альмеки перетаскивали огромные блоки на такое расстояние, и сколько времени это заняло. В 1992 году жители китайской деревни Лунью решили откачать воду из пруда с помощью насоса. Откачав часть воды, они поняли, что это не пруд, а затопленный вход в древнюю искусственную пещеру. Это заинтересовало власти Китая, и началось исследование. Оказалось, что это была одна из 36 пещер, а по сути комнат, которые относятся к династии Хань, то есть им около 2000 лет. Необычно и то, что никто не знает, кто и зачем построил эти пещеры. И это странно для Китая, где любое действие документировалось еще с тех времен, когда просвещенные европейцы бегали в набедренных повязках. Нам известно, кто и зачем построил Великую Китайскую стену. И другие известные объекты именно поточной документации. И нет, это не естественные пещеры, созданные тектоническими сдвигами и водой. Так как в помещениях были найдены следы долота, лестницы, опорные колонны и изображения, созданные людьми. Высказывается мнение, что это могло быть убежище для богатой семьи или погребальная камера. Как прочесть один из самых важных языков в истории? Вы можете сказать, что мы уже умеем читать на древнегреческом, древнеримском и древнекитайском. Но нет, речь идет об этрусках, народе, жившем до римлян на территории Тосканы. Именно этруски, а не римляне, изобрели акведуки, канализацию, мосты, металлургию, дороги и городское планирование. Римляне же, придя на все готовое, просто прибрали это к рукам и к их чести улучшили изобретение. Историкам очень хочется поближе узнать культуру этрусков, но этому мешает их язык, который до сих пор остается для ученых загадкой. На данный момент исследователи лишь немного продвинулись в расшифровке этого языка, чему помогли скрижали и спирги, где содержится несколько слов из этрусского и пунического языков. И если с другими древними языками нам повезло потому, что в некоторых случаях правители и историки тех времен переводили свои законы и научные труды на другие языки, то у этрусского языка такого источника нет. Ни римляне, ни греки, ни кто-либо еще не создали таких источников. Есть немало надписей на этруском языке, которые ученые жаждут прочесть, но пока что перспектива их расшифровки туманна. В 13 веке до нашей эры сразу несколько городов на Средиземноморском побережье подверглись атаке со стороны огромного количества неизвестных людей, пришедших с моря. Высадившись на берег, они начали уничтожать все вокруг, сжигая города дотла. Первым подвергся атаке район Анатолия, который находился в современной Турции. Пришедших просто сожгли несколько городов, а после погрузились на корабли и отправились дальше. Так, например, народы моря сожгли Кадаш, крупный торговый центр древнего мира, находившийся на территории современной Сирии. Они опустошили буквально все побережье Средиземного моря и потерпели поражение только в Египте. И то египтянам пришло сильно напрячься, чтобы выгнать захватчиков. Кем были народы моря, до сих пор точно неизвестно. Ученые предполагают, что это была группа Средиземноморских народов, которые начали миграцию из-за бронзового коллапса. Предположительно, они вышли из района Балкан и Малой Азии. Разделившиеся на несколько групп после проигрыша в Египте, народы моря заселились в Средиземноморское побережье. Где находится гробница Клеопатры? Египетская царица Клеопатра по древним источникам была похоронена с Марком Антонием в 30-м году до нашей эры в общей гробнице. Плутарх писал, что гробница находится рядом с храмом Исиды и была одним из самых красивых произведений искусства. Ученые долгое время пытались и до сих пор пытаются найти эту гробницу, но безуспешно. В 2010 году провелись раскопки недалеко от Александрии и был найден ряд гробниц, относящихся к эпохе правления Клеопатры. Но места погребления египетской царицы и римского консула найдено не было. Археологи предполагают, что гробницу Клеопатры разграбили и ее уже нельзя будет идентифицировать как последнее пристанище знаменитой царицы. Эта точка зрения вполне правдоподобна, ведь Плутарх писал, что гробница была богато украшена золотом, серебром, изумрудами, жемчугом, черным деревом и слоновой костью. Идеальная нажива для расхитителей. Где находятся сокровища из медного свитка? Медный свиток обнаружили вместе с кумранскими рукописями, более известными как свитки Мертвого моря, в пещерах Кумрана и Иудейской пустыни. В отличие от других свитков, написанных на пергаменте, этот сохранился хорошо, так как написан на сплаве меди с оловом. В свитке указан список мест, где спрятаны сокровища, причем их так много, что ученые считают это вымыслом. Если верить свитку, сокровища в общей сумме весят около 4 тысяч центнеров. Рукопись создана есеями одной из иудейских сект примерно 50-100 годов до н.э., в то время, когда было предпринято несколько попыток восстания против римского правления. Ученые предполагают, что сокровища спрятали для того, чтобы оно не досталось римлянам. Реально оно или нет, и где оно находится, эти вопросы, возможно, навсегда останутся тайной. Существовали ли висячие сады Семирамиды? Древнегреческие и древнеримские авторы упоминают в своих работах одно из чудес света. Висячие сады Семирамиды, располагавшиеся в Вавилоне. Так, например, примерно в 250 году до н.э. Филон Византийский писал, что в этих садах растения выращивали над землей, а корни деревьев уходили в верхнюю террасу, а не в землю. Археологи до сих пор не могут найти свидетельство реальности висячих садов. До сих пор висячие сады Семирамиды остаются единственными из семи чудес света, местонахождение которого так и не удалось найти. Более того, неизвестно, существовали ли они в реальности. Учитывая, что территория, где располагался Вавилон, нередко подвергалась разграблению, возможно, ученые никогда не найдут ответа на эту загадку. На этом на сегодня все. А если хотите узнать больше историй прошлого, заходите на мой канал. Там вы найдете много интересных видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова